В сегодняшнем Евангелии Господь открывает нам глубокую истину, которая требует нашего с вами серьезного размышления. «Все мне предано Отцом Моим», — говорит наш Спаситель и Господь Христос. «И никто не знает Отца, только Сын. И Сына никто не знает, только Отец. И кому Сын волит, то есть хочет открыть». В этих словах мы находим глубокую тайну. Почему люди верят, а есть не верят? Почему враждуют против Него, а есть просто активно борются с верой и со Христом, так называемые богоборцы, атеисты, безбожники? Почему это происходит? Бог почему-то не открывает этим людям себя. А почему происходит это забвение? Почему происходит ожесточение, или, как сказано у пророка Исаии, окаменелое нечувствие? Потому что человек забывает о своих грехах. И человек, в ком есть грехи, а он в них не кается, ему не открывается мир веры. Он продолжает грешить с наслаждением. И даже говорит, лучше бы, чтобы его не было. Потому что если он, Бог, есть, а он есть, а он живет совершенно противоположными условиями своих жизней, наслаждения, удовольствия и всего прочего греховного, то ему страшно даже подумать, что за все то, что происходит в его жизни, придется давать ответ. Вот и не открывает Господь человеку, пока он сам не поймет, в какой грязи он валяется, какую жизнь безбожную он ведет. Но когда человек откроет Святое Евангелие и дочитает до этой 11 главы Евангелия от Матфея, где всего в четырех строчках сказано такое глубокое и так важное для каждого из нас, «Придите ко мне, всетруждающиеся и обремененные, и я успокою вас». И вот человек, обремененный грехами, проблемами, скорбями, болезнями, ищет где угодно, кто в вине, кто в блуде, кто в разврате, кто в наслаждении чувствами и удовольствиями, а не находит там утешения, не находит удовлетворения страждущей своей душе. И он приходит. Сначала он робко заходит в церковь, даже не умея креститься, даже не зная, куда поставить свечку. Вот просто, как говорят, ноги приносит. Вчера вечером я вернулся из Москвы, и туда мы ехали поездом. Напротив меня сидел человек, который долго смотрел на батюшку, а потом сказал такие искренние слова, «Вы знаете, вас сюда Бог посадил». Я говорю, ну, все в руках Божьих, конечно. Вот у меня в сумке, у меня там столько на дорогу было взято спиртного, а мы с вами едем в одном купе, я теперь вообще пить не буду. И вот, понимаете, для человека через это у нас вообще, мы где-то, до часа ночи у нас была такая глубокая духовная беседа. Человек оказался совершенно замечательный, но как все, как все мы, пристращен к какой-то слабости. И он ничего не пил, хотя запас там, видимо, был серьезный. Но еще раз убеждаешься, что Господь все равно какими-то неведелыми встречами, путями ведет человека к себе. И вот я понимаю, что вот его час уже настал. А уже об исповеди, о причастии, это все потом. А потом о чтении Евангелия, исследовании за ним. Но самое главное, запомни, никто к Богу не приходит, как если сам Христос ему не откроет. А если мы все в грехах, если мы вот в этих полных сумках на такого, знаете, запаса горючего, то как же тебе Бог откроется, когда ты будешь пьяный? Возвращаясь вчера уже домой, в Краснодар, буквально тоже такая, в соседнем купе тоже сидели люди, которые все-таки сидели в соседнем купе. И всю ночь они пьянствовали. А под утро ему стало плохо, а потом, как сказала наша проводница, говорит, очень плохо. Два часа его откачивали. Два часа человеку было плохо. Ну, понимаете, говорит, перебрали. А вот перебрали. И плохо человеку, понимаете. Вот пока человек не насытится всем и не скажет, вот все, уже вот здесь, все, хватит, все. Больше так жить нельзя. Мне нужен Ты, Господи. И вот тогда он приходит и чувствует, что именно здесь получает духовное, душевное и даже телесное удовлетворение от радости веры. «Придите ко мне, все труждающиеся». И обремененные, говорит Христос, и я успокою вас. И дальше звучат совершенно удивительные слова. «Возьмите игоба мое на себя, ибо я кроток есмь и смирен сердцем. Если ты пришел к вере, не возносись, не гордись перед другими, кто еще на пути, кто еще может быть в этом втором, в соседнем купе. И ты поймешь, что за этих людей особо надо помолиться, потому что Бог им себя не открыл, в отличие от тех, кто сегодня стоит уже в Божьем храме. Вот потому, дорогие, когда человек узнает Господа, который прочитает Евангелие, начнет хоть как-то по возможности молиться, как может. Молиться хотя бы как может. «Господи, помилуй, Господи, если Ты есть, помоги мне, потому что дальше так жить уже нельзя. Спаси меня, Господи!» Вот тут уже вспомнит и Богородицу, предыконой которой, может быть, еще с бабушкой стоял в детстве. И человек ищет Господа, он стремится к Нему, просит Господа, умоляет Его о помощи. И Господь такому потихонечку открывает. Дочитав до заповедей Божьих, он начинает понимать и слышать слова, не прелюбодействуй. Человек услышал и сказал, слушай, что же я делаю? Что же я делаю? Как же я так живу? Прости меня, Господи, блудить больше не буду. А воровал, почитал об этом. Да для чего же? Все же не заберешь. В гробу карманов нет. Туда-то ничего с собой не возьму. И перестает, и начинает, Господи, может быть, еще кому-то помочь. Может быть, из того, что есть, еще что-то раздать, из того, что уже сначала не совсем мне на потребу, а потом и поделиться тем, что и мне нужно. И так потихонечку человек начинает жить этой духовной жизнью, не прилипляясь к себе, а еще пытаясь помочь другому. Он, вчитываясь в Евангелие, случайно, совершенно, может быть, неожиданно для себя, натыкается на слово Спасителя, которое переворачивает его сердце. Не делай другому того, чего не желаешь себе. А я же все время только для себя-то и жил, Господи. И он начинает, потихонечку задумываясь, жить для других. Исправляется такой человек. То есть он берет на себя Иго Христова, а оно всегда благо. И он понимает, что только через смирение я могу достигать хоть каких-то духовных восхождений. И сегодня мы слышали о том, как некий начальствующий человек подошел ко Христу и спросил, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. И Христос снова говорит ему, соблюди заповеди. И услышав о том, что он соблюдает эти заповеди от юности своей, он говорит ему, тебе одного не достает. Если хочешь быть совершенным, пойди, продай и раздай нищим. И вот этот рубеж, он уже не перешел. Он отошел от Спасителя, потому что велико было его имение. Что мы скажем сегодня об этом призыве Христа? Каждый из нас может поступить так, как сказал Христос. Пойти все раздать нищим, продав все. Наверное, нет. И скажем об этом честно. Это высочайшая степень любви, к которой мы еще не приблизились. Поэтому Христос и говорит соблюди заповеди. А уж если хочешь быть совершенным, вот тогда уже раздай все и следуй за мной. Эти высоты открываются далеко не всем. Но понимать их должен каждый. Если человек начинает от этих слов, не выполнив первых, он обязательно ошибется и повредит своему духовному пути жизни. Об этом предупредил апостол Павел. Если кто не читал, а я советую, откройте, сегодня придя домой, 13 главу апостола Павла к Коринфянам. И вы прочитаете там ответ на этот вопрос. Если я раздам все имение свое и даже тело отдам на сожжение, а любви не имею, то я медь звенящая и кимвал звучащий. Зачем я все буду раздавать, если у меня нет любви? Прежде всего, нужно так возлюбить Господа всем сердцем своим, всею душою своей, всем помышлением и всей крепостью своей, и так возлюбить ближнего, как самого себя. А тогда уже помышлять о высотах, то есть о совершенстве в духовной жизни. А пока хотя бы не прелюбодействуй, не изменяй жене или жена мужу, не смотри в экране своего смартфона то, что там тебе показывают, не пристращайся раскрытыми обнаженными телесами, от которых ты до сих пор еще не освободился или не освободилась, о каком совершенстве ты говоришь, когда ты еще воруешь, о каком совершенстве говоришь, что ты еще не почитаешь родителей и не уделяешь должное внимание своим тем, кто тебе подарил эту земную жизнь. Вот почему Христос и говорит, если все-таки хочешь наследовать вечную жизнь, начни с исполнения заповедей. И если дойдешь до заповедей, до этой высокой ступенечки любви, вот потом приходи и поговорим. Вот тогда придите и обрящите. И если были грехи ваши, как багряные, как снег убелю, и если были красные, как пурпур, как волну убелю, говорит пророк Исаия словами Господа, вот тогда придите и рассудим. А пока, Господи, будь милостив мне грешному, будь милостив каждому из тех, кто потихонечку к тебе идет, открой нам себя, Господи. Потому что так, как ты открываешь, познать тебя нельзя. Нельзя познать Господа без того, что открывает нам Христос. Вот почему. Читая о Христе, молясь Христу, думая о Христе, исполняя заповеди Христовых, мы можем научиться по-настоящему верить, по-настоящему терпеть и только тогда по-настоящему любить. Без Христа, который открывает нам себя и свою любовь, этого постичь невозможно. Помоги же нам, Господи, любить по-настоящему, так, чтобы и заповеди твои соблюсти, и спасти свою душу для вечной жизни с тобой в Царстве Твоем. С праздником всех вас, дорогие, и храни вас всех, Христос. Дай Бог вам всем здоровья и постепенного восхождения туда, вы же понимаете, у этой лестницы последней ступенечки нет. Там небо, там Царство Христа, и там Царь Христос. Вот куда мы с вами потихонечку восходим, а начинаем, знаете, с чего? Вот с тех ступенечек, по которым вы поднимаетесь в Божий храм. Вот оно, начало нашего духовного восхождения. Ступенечка за ступенечкой поднимаешься, тяжеловато, за поручи держимся, поднимаемся, скользко, внимательно поднимаемся, снежок, ничего страшного, дождь сверху, ничего, с зонтиком, но потихонечку поднимаемся, вернулся из храма, потихонечку, не падай, не расслабляйся, живи с Богом, снова открой Евангелие, не падай вниз, не открывай этот мир греха снова через гаджеты и телевизор, побудь с Богом, и так всегда с Господом будем, а если так поживем, то и спасемся, а если так поживем, то и обрящим покой душам нашим, ведь это слово самого Христа, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я, говорит Христос, успокою вас, храни вас всех Господь и Пресвятая Богородица, аминь. Субтитры создавал DimaTorzok